всем привет вы на канале польза нет лайф меня зовут саня здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства и каждый раз я напоминаю начинаю подобное обзора их уже больше 80 85 из того что я захожу в лифт с максимально неприятным освещением здесь желтый свет и как очень многие ругают самсунге какого-то лешего самсунге показывают этот желтый свет но он такой есть то есть температура цвета света и принципе цвет такой меня зовут саня основной канал польза нет на основном канале уже был обзор на этот смартфон сейчас вы в зеркале видите сяоми циви 4 pro который надеюсь будет сяоми 14 light и в чем его особенности помимо того что он может снимать 4к 60 fps довольно прилично у него есть разумеется оптостав цифровая стабилизация хотя каждый раз когда делаю обзор и напоминаю что неважно что где написано на каких заборах самое важное что что вы смотрите обзор одним кадром шучу что вы в первую очередь должны смотреть как тот или иной смартфон в тех или иных условиях отрабатывают и сейчас вы видите как отрабатывает сяоми циви 4 pro у него нет тех плюшек которые я видел в некоторые рекламе в некоторых обзорах то есть у него здесь нет лтп у у него я не нашел защиту от влаги официально заявлено ip68 хотя где-то она была может быть в рекламе какой-то она есть но просто не во все я его топил он не утонул это хорошо напоминаю что меня зовут сами основной канал польза нет их не повторяюсь не повторяюсь да еще из польза стримы где мы жарили это устройство я играл в него проводил несколько раз в онлайне теста и мы его обсуждали в получается течение четырех часов практически и из самого веселого про этот девайс я хочу отметить что он хорошо снимает xiaomi light овских версий начиная с 11 версии снимают шикарно опять же по мне для домашнего использования для контента еще для чего-то я вас не программирую потому что он выкручивает контраст по мне но этот контраст который он выкручивает многим будет нравиться но начнем в принципе самое главное что обзор поставляется этот смартфон в хорошей такой упаковке в добротной как всегда у сяоми 67 ватт у него идет зарядка в комплекте идет классный пластиковый чехол а еще и учитывая что идет сверху ключ для извлечения слота по 2 наносим карты карту памяти запихать нельзя и сам смартфон с металлическая рамка это круто самая крутая и самая печальная здесь часть этого смартфона я не побегу от процессора по побегу от экрана 474 плотность пикселей ppi у этого смарта яркость 1800 люксов в максималке в пике точнее максималке 800 с лишним люксов если говорить про шим он здесь не такой большой в принципе все как у всех и в режиме hdr кому это надо две с половиной тысячи люксов но по мне эта штука бесполезная корнин горилла глаз викту второй версии здесь стоит это защита от падения и обычно у сяоми это дело отрабатывает но лтп и здесь не нашел повторяюсь может быть кто-то найдет может быть где-то кто-то спеки увидят я один герц здесь не увидел я видел 60 120 это просто автогерцовка то есть максимум 120 герц экрана а самая печаль что самый плюс это экран он прямой здесь интересно сделаны грани он не совсем прямой но вот он прямой и определенный скос идет и это удобно для игры я был очень удивлен у него две фронталки на 32 мегапикселя у для ширик и ширик никаких фейс и здесь нет то есть абсолютно кстати здесь я уже сегодня сходил снимал такой же обзор одним кадром в итоге его запорол на этот же смартфон и я видел здесь крокодила так что если вы не увидите этот ролик значит и плохо если вы увидите этот ролик значит сегодня мой день и мне повезло так вот если говорить про этот смарт и экран дырка тут дырка дырка как у яблока и если динамик island на яблоке или на каких-то там монарах которые ругаю они идут свои сайди здесь обычная разблокировка по лицу которую можно разблокировать фоткой не у всех получается но все же 2 2 лица можно завести 5 пальцев одних и тех же в сканер отпечатков пальцев которые работают неплохо но он внизу и небольшой но сейчас они уже у всех полны небольшого размера вот если говорить про конкретно эту железку сверху вниз первое никаких скидок на него не было потому что это китайский smart и там в принципе и в китае он стоит просто космос второй момент если говорить про скидки кстати у меня появилась возможность записывать stories в телеграм-канале скидок там уже две stories 1 с рекомендованным ценами на пока f6 почему я вспоминаю пока f6 там snapdragon 8 с ген-3 тот же процессор что стоит в этом смартфоне и он стоит в глобал очки пока f6 27000 сейчас на селе и это прям вау это жир 26 700 по моему плюс еще налог 1000 ну 2728 выходит и 36 700 по моему стол пока f6 про но там стоит 8 ген 2 напоминаю что несмотря на то что звучит 8 с ген 3 круче чем 8 ген 2 8 ген 2 процессор флагманский он круче чем 8s ген 3 и бан тут он выбивает соответственно меньше баллов хотя на этом крутости заканчивается потому что 8 ген 2 к сожалению оптимизирован у сяоми обычно очень плохо 8s ген 3 был оптимизирован волшебно почему мы гоняли его в паб гню стоите в течение 30 минут этот смарт нам показал очень приличные 30 процентов в час поедания заряда 500 люксов у него была яркость чуть чуть выше никаких супер фризов я не видел отработал он просто шикарно опять же по моим тестам один из лучших тем более на этом процессоре если говорить про комплектацию мы закончили но единственное хочу отметить не беспроводной зарядки не супер быстрой зарядки здесь нет если пока f6 про у нас заряжается до сотки у меня 22 минуты в рекламе 19 этот заряжался у меня 55 минут и вроде бы такой же сяоми вроде бы здесь и неплохая автономность по писем арку но батарейка по моему 4 700 можете перепроверить меня еще раз если говорить про модули камер основном не вижу этим все сказано и в то же время он отрабатывает очень даже потребно 4к 60fps вы сейчас видите у него идет оптостапа цифровая стабилизация на телевике есть оптический зум x2 и оптостапа там нет если говорить про возможности его давайте насчет плавности плавности переключения между основным модулем и телевиком по мне нету ультраширик здесь есть тоже но лучше его не упоминать в суе потому что ультраширик здесь печальный фронталка может снимать только в 4к 30 fps и мы возвращаемся снова к железу опять опять мы возвращаемся 8s gen 3 все быстро lpddr5 внутренняя память ufs 4 0 и в этот момент мы начинаем хлопать над ладоши резко перестаем почему потому что и избе версии 20 то есть смарт снимает классно ты по идее вы снимая покупаешь для съемки но по кабелю ты скидывать это дело не сможет давай фай да все должно быть быстро но это по мне не всегда удобно я пользуюсь чаще всего как раз тайпсишниками даже на яблоки делаю подсъемы на него я использую тайпси и это удобно вот сейчас уже в этих последних яблок хотя бы на нормальные тайпсишники xiaomi решили сэкономить если говорить про физические особенности металлическая рамка как я уже говорил есть вариант сэка кожей есть вариант со стеклом с тыльной части у меня со стеклом рамка классная но миниджека нет есть инфракрасный порт если говорить про какие-то особенности камеры на ней на фистолейка я считаю что она перекручивает контраст и в каких-то моментах уделывает с 24 плюс обзор на который будет еще на канале я его уже сравнивал по у чем я только не исправнивал этот бедный с 24 плюс из пока f6 pro из asus iphone 11 ультра и вот с этим сяоми 14 light cv4 pro на основном канале уже есть обзор напоминаю и прожарка тоже и того какой-то гу мы имеем что смартфон хороший с космическим ценником и однозначно не для покупки смотрите почему google сервис здесь есть сшитые перевести его можно прошивка накатывается все будет практически все на русском но не прошивка переводчиком просто прошивки глобальная не знаю наверное еще нету надеюсь что это будет 14 light тогда будет прошивка но 7 и 20 бенда нет и вам могут говорить продавцы что вам нужен 7 band только для загорода загородом в основном 20 используется 7 band для многих операторов маст хэв прям в городе то есть я щас этот смартфон рассматриваю исключительно с точки зрения что там завтра будет xiaomi 14 light и стоит ли его бежать покупать в глобалке я отвечаю себе на вопрос да однозначно стоит но советовать вам это дело не могу без 7 и 20 бенда обычную смартфоны хорошо работают либо с одним оператором я не буду говорить каким либо у продавцов вот у всех остальных категорий включая меня они работают не очень хорошо разумеется есть 5g которому не кому будет он необходим разумеется телефоны не блокируется никаким образом почему они вспоминаю про кирпич его не смартфонов нами юая которая была недавно на в маленьком количестве кто смею айс магазина скачал кое-что и там они не кирпич или ся ушли в ребут но потерялись все данные потому что такие же истории были у яблока частично и у самсунга частично и как правильно говорят на harmony у с этого не было но если вы хотите чтобы я вспомнил при том вот в таком ключе я надеюсь я у всех вот вот этот кульбит сделал и все рады и те кто знаете кто против в общем у всех всякое бывает но отличие от хотя бы huawei здесь не нужно никакие инструкции смотреть для того чтобы google сервис и установить и проверить почту да и мессенджер установить это вообще дичь а спойлер ну я купил получается пуру ультра за 92 штуки уже то есть 70 вот это последняя ультра у меня уже за 92 тысячи рублей как я и говорил старт продаж 130 и вэлком авито ловите людей потому что их уже даже сейчас во время ролика постоянно репостю эти цены посмотрите на умер magic 6 и 6 про сколько их на вид и там 18 страниц по моему на умер magic 6 про потому что король то голый рекламу у них денег много на рекламу у huawei и уоноров а народ покупает разочаровывается пытается продать а потом такой а как так произошло вот так оно и происходит вот примерно то же самое сяоми не покупайте без 7 20 бэнда если вы на сто процентов не уверены в том что все будет хорошо потому что связь может смартфон не ловить а ценник у него прям конский даже для китая он конский я покупал его я покупал его честно за 390 баксов ну то есть я его купил выгодно но если вы сейчас посмотрите цену вероятность того что вы поймаете его в тот же ценник она минимальна все эти надписи лейка это куром на смех модуль здесь достойный только основной по фронталки дал может повоевать по фотографии с самсунгом по видео я не считаю что имеет 4к 30 fps ты с кем-то можешь повоевать потому что либо люди пользуются 1080p 60fps либо вот это вот 30 fps на и чудо нужно только тем кому надо это дело продать по поводу того чтобы сейчас брать на этом процессоре конечно же это пока f6 аналогов нет по цене они как всегда давят ценникам и если говорить про альтернативы опять же если вам нужен телевик в эти деньги то там если он не 12 про плюс на распродажах если вам нужно что-то подешевле что хорошо снимает более-менее это редми ноут 13 про плюс если вы хотите ощущать свою эпичность и ходить просто со смартфоном который нормальный но не факт что у вас датчиком приближения как у меня будет все хорошо это за 18000 пока x6 все есть на алихе сегодня у всего быстрая доставка а те кто посмотрит на 14 light вы очень крутые чуваки у которых очень много денег потому что за эти деньги можно купить компакты внимание samsung s24 на снэпе чуть-чуть докидываешь покупаешь iphone 15 про много докидываешь на покупаешь смартфон на который у меня полторы тысячи роликов снято и состава 25 миллионами к слову просмотров на основном канале и у него не лучшая камера у яблока она просто средняя температура по больнице для того чтобы делать контент по мне сама сама удобная для меня для вас может быть что-то другое и все то есть я бы мог вспомнить пиксель 8 для тех продавцов которые мне написывают что ты все время забываешь какой он классный я зато вспоминаю комментарии чуваков которые вернулись ко мне на канал и писали спасибо что сказал я на тензоре больше ничего не куплю я теперь буду тебя слушать и слушать твою аудиторию друзья мы советуем только то что что стоит советовать для того чтобы потом вернулись на канал и меня слушали вот вся магия вот вот откуда у меня подписчики вот откуда у меня просмотры не за харизм или юмор у меня ни того ни другого нет а просто честная информация я зарабатываю на другом так вот вот так вы сможете снимать на этот смартфон сколько будет весить файл я напишу делать ли обзоры подобные на китайские смарт и зависит от вас вам достаточно просто написать сами делай обзоры на эти штуки в комментариях и поставить колокольчик с лайком я здесь выгружаю мало обзоров я специально сделал лайв канал отдельно под это вот сейчас то есть стрима у меня идут часто а на лайве все не так часто так что чтобы оценить для себя что можно считать камерафоном подписывайтесь пишите чтобы я продолжала я буду жесткий штатив отработал я надеюсь что вам всю информацию дала разумеется здесь есть bluetooth последний разумеется вайфай хорошо работает разумеется здесь экран просто классный но бэндов нет девайс от меня однозначно и да в отрыве от стоимости в глобалке в китайской версии однозначно нет добра и удачи вам дорогие друзья